Друзья, вы на канале SkyTop, друзья, и сегодня у нас прохождение Beast of Bermuda. Друзья, сегодня я зародился в маленьком яичке гнезда похитилфазавров. Вот, и, короче говоря, смотрите, я сразу наблюдаю свою маму или это папа, я не знаю пока что. Но мне осталось немножко расти, вот, и когда мы вырастим, мы, конечно, узнаем. Мама это наша или папа, может, братика или сестра, хотя нет, по-моему, это мама. Она сделала еще одно гнездо и положила пару яичек. Посмотри, на фоне бегают две милых красивых зайхания, классно. Да, друзья, для всех тех, кому интересно, я играю на сервере Trouble Home. Можете присоединяться в Дискорд-канал, все ссылочки будут в описании под видео, друзья. Ну что ж, давайте, короче, дождемся роста и дальше уже с вами побегаем. Ну что ж, друзья, до роста мне остается совсем-совсем немножечко. Сейчас я буду уже вылупляться из своего яичка. Кстати, моя папа или мама, они убежали вместе с другим зайханцем. Я так понимаю, искать пропитание, траву или что-то, я не знаю. Но они топали-топали, здесь рядом бегали и не испарились. И, кстати, посмотри, как храпит зайханец. Боже, мне страшно реально от его храпа. Мне не страшно так будет, наверное, как если придут сюда другие динозавры. Но, блин, боже. Так, ну что ж, друзья, совсем остается немножечко и мы с вами зарождаемся. А, похо... Нет, стой, стой, стой. А вот моя мама, привет. Привет, мама, привет. Привет. Друзья, я родился. Боже, я такой маленький и прекрасный. Посмотри на меня. О, по сравнению с моей мамой, это, конечно же, просто катастрофа. Мама, привет. Привет, мама, привет. Так, подожди-ка. Слушай, наверное, мне пока еще лучше находиться в гнезде. О! Мама, я сам... Я сам залезу в гнездо, не надо. Ну, положи меня. Боже, мне больно. Мама, отпусти меня. Все, я уйду в гнездо и буду сидеть там, честное слово. Не надо меня трогать больше. Как я этого не люблю, а? Как я этого не люблю, когда меня берут в челюсть и таскают. Так, по системе прокачки. Пока у меня нет очков, я не могу прокачать себя. А что у нас? Так, по росту 0.12. О, да я мальчик. Классно. Ну, хоть первый раз за всю историю моих игр я зародился мальчиком, боже. А то все, девочка, да девочка. Слушай, а не прилично ли нам тоже пока поспать? Я думаю, отдохнуть, да? Почему бы нет? Тоже немножко похрапим с милым зайханцем. Мама, когда я буду таким же большим, как ты? Боже, дай мне рост. Друзья, посмотрите, а к нам еще прибежал красивый парик. Посмотри, какого цвета он, блин. Классно. Слушай, а мама, кстати, отложила еще одно яичко, так что, по-моему, у меня скоро будет братик или сестренка. Я на это очень надеюсь, потому что быть одним малышом здесь в гнезде, ну, это неинтересно. Все такие взрослые общаются между собой о своих взрослых делах. О, привет, сестренка. Ребята, у меня сестренка. Классно. Слушай, я хочу с ней побегать, поиграть. Я хочу с ней побегать, поиграть. Малышка, привет. Ух ты, ты посмотри, я могу еще прыгать. Классно. Давай просто попрыгаем возле гнезда. Кажется, зайхане и не нравится, что я вышел из гнезда. Блин, не махай так своим хвостом, пожалуйста, ты меня пугаешь. О, что ты делаешь, зайханец? Зайханец! Это своеобразные игры? Или что это? Что он делает, ребят? Нет, реально, это издевательство над детьми. Короче, друзья, скажу так, что это наиболее, знаете, с одной стороны, очень страшно, а с другой стороны, это очень заботливая семья. Я так понимаю, зайханец, мой папа, а мама, вот она побежала куда-то. Короче говоря, это очень заботливая семья. Если смотрели видео про велоцирапторов, то там, конечно, моим родителям было... Они вообще наплевательски относились ко мне, а здесь как бы я отошел на метр вперед, отошел на шаг влево, шаг вправо, и меня сразу же затаскивают в гнездо. Короче, друзья, ждем роста, и, наверное, наши родители нам разрешат немножко побегать. Я смотрю, тут что-то, кажется, назревает. На горизонте появился акра, и к нам пришло еще два зайханца, вот, и все встали в стойку. Прикрывают наше гнездо. Честно говоря, я не видел, чтобы акра проходила где-либо мимо, но началась паника, короче говоря, и все встали в боевую стойку, в боевую готовность. Брось ты меня, ну хватит меня таскать, боже, пожалуйста. А, они прячут. Зачем ты бросила яйцо, мама? Ты хочешь, чтобы я поиграл им в футбол? Все, я иду, я иду, я лег. Я лег, и больше не встаю, честное слово. Ребят, короче, знаете, что происходит? Зайхани украли нас из гнезда пахи. Мама, мама, спаси нас. Что они делают, боже? Ты посмотри, что они делают. А, я понял, я понял. Короче, друзья, мы... Нет, нет, нет. Мама, помоги мне. Нет, они реально воруют нас, или что они делают? Или они просто переносят нас на более безопасное расстояние? Да, кажется, мы будем менять местоположение. Ну, а почему? А, возможно, из-за того, что Акра пропалил наше место гнездования, наверное, скорее всего, и поэтому мы сейчас уходим отсюда. Все, я понял. Я понял. Ну что же, ладно. Сменяем место жительства. А я так уже привык к тому милому гнезду, где я только что вылупился из яичка. Я сейчас, знаете, что, друзья, подумал? Как хорошо быть малышом. Тебя и накормят, и напоят. Не надо передвигаться на своих лапках. Захотел попить, тебя отнесли к воде. Захотел поесть, тебе принесли травы. Как мило быть малышом, согласись. Так, в общем, меня тащат к воде, а у меня жажда, и я хочу пить. Зайхань, а ты можешь поаккуратнее? Не надо меня так сжимать в своих челюстях. Боже, мне же больно. Да, друзья, мы уже протопали не один квадратный километр на карте в поисках воды. И пока ни одного намека хотя бы на маленькую речку или озеро. Блин, и это очень печально. И пока я бегаю... Ну, вернее, не я бегаю, а меня держит в зубах Зайханец. Вот эта маленькая пузька такая толстая. Знаете, что я подумал? Блин, это реально самая крутая надежная семья на этом сервере. Блин. Так, подожди-ка. Ой-ой, да, вода, вода. И посмотри, у нас здесь красивые апаты. Ооо, да чего же они красавцы. Слушай, ну нас теперь, наверное, будет больше. Да, конечно, желательно мне бы еще что-нибудь перекусить. Перекусить какой-нибудь травки. Ну что ж, осталось совсем немножко, и я уже попью водички. Друзья, посмотрите, как он мило пьет воду. Он не то чтобы ее, знаете, глотает там, не знаю, он ее просто кусает. А еще что заметил я, друзья. Смотрите, апата, кстати говоря, стоит там со своим малышом. И еще пошел дождь, и это очень нехорошо. Ну что, я дальше должен своими ножками, или ты меня опять понесешь? Милый Зайханец. Может быть, мама меня хочет потаскать? Нет, мама, видимо, тоже не хочет. Ладно, я побегаю своими ножками, ведь я уже немножко подрос, так что могу уже сам побегать, походить. Кстати, можно пощипать травки. Корешки у нее, конечно, не сильно вкусные, но тем не менее, хоть что-то. Апаты прячутся от дождя, классно. Пойдемте еще вон там пощипаем травы, наверное. Так, ребята, не кричите так, вы меня пугаете, реально. Папоротник я, по-моему, я не могу, да? Или нет? Я могу есть папоротник? Я могу есть папоротник? Классно. Ну что ж, набьем немножко себе брюшко. Ты посмотри, сколько здесь растительности, сколько здесь красивого, вкусного папоротника. Это же очень классно. Так, самое главное, смотреть тоже по сторонам, потому что если вдруг какая-то опасность, взрослый динозавр, то мне просто будет не сдобровать, друзья. Давайте полностью набьем наше брюшко, а потом уже побегаем дальше, друзья. Так, в общем говоря, я покушал, ну, более-менее. И я уже иду к своим, наверное, так сказать, родителям. Где, кстати, стоят у нас огромные красивые апаты. Да, немножко плохо быть такими большими, ты не умещаешься под скалу, да? Особенно, когда, если идет дождь. А где наша мама? Где бегает наша мама? Наша мама... Ой, не надо так кричать. Потому что мне становится очень страшно. Слушай, можно побегать под ними. Это классно смотрится. Боже, какие они огромные. Привет, малыш Апат, ты не хочешь со мной побегать поиграть? Нет, наверное, нет. С тобой уж в игры точно не играть, потому что... Ты меня раздавишь своими ногами. Давайте приляжем, наверное, немножко подремать, поспим. А, у нас еще, по-моему, и ночь наступает, да? Ребят, не надо так храпеть. А, мама! А, нет, это моя сестренка, да, это моя сестренка. Роднулька, не хочешь со мной попрыгать? Просто попрыгать, побегать. Так, кажется... Кажется, заихание не нравится. Как я громко кричу, прыгаю. А, вон наша мама. Вон наша мама, да? А, да ладно, у нас еще есть братик. О, да ладно, у нас есть братик. А почему я не видел его рождение? Почему я не задул свечи на его торте? Нет, я понимаю, конечно, именинник должен задувать свечи. Но мне же тоже хочется. Так, слушайте, давайте, наверное, пробежимся. Я думаю, еще маленько поедим, наверное, пощипим травки. Вот этот папоротник я не могу есть. А вот папоротник вот на той стороне я мог есть, кусать. Самое главное, далеко тоже не заходить. Иначе моему малышу не сдобровать. Нет, почему-то здесь папоротник не может кусаться, я его не могу есть. А, подожди, я могу кушать вот эти, наверное, милые цветочки. Да. Да, да, да. Слушай, может маме сорвать цветов принести? Ей будет очень приятно, я думаю. Так, какие огромные... Это что такое? Это репейник. Боже, он на вкус, блин, он очень горький. Так, еще съедим одну ромашку. А, все, никого у лопат не осталось, все убежали, да? Ага, посмотри на мою маму, боже. У нас, кажется, на горизонте хищник, нет? А, нет, подожди-ка, стой. Нет, это паха, это еще одна паха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Малыши, уйдите от мяса! Малыши, уйдите от мяса! О, боже! Слушай, я не могу смотреть на то, как мою маму... Как мою маму будет есть этот хищник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ребята, помогите мне! Апаты! Что вы стоите, апаты? О, боже! Зайханье, почему вы не пошли драться? Слушай, он уносит мою маму. Ну, правда, уже в виде куска мяса. Жестко. Слушай, ну, я, наверное, как самый старший брат, самый взрослый ребенок, я буду главным теперь в нашей семье. Да, вот то, что они орут, это, конечно же, друзья, блин, навело сюда вот этого хищника. Зачем кричать надо было, ребята? Ай-яй-яй-яй-яй! Мама, покойся с миром! Я и так не знал, кто мой папа, кто мой отец, а тут еще и маму потерять на своих глазах. Это вообще катастрофа. Так, друзья, в общем, смотрите, Рекс не уходит с того берега, он там так и остался. Хотя сначала я заметил, что Рекс вроде бы как ушел вглубь леса, но он вернулся с ребрами, с остатками моей мамочки любимой. Слушай, он никак не угомонится. Зайханье, ну прогоните его, пожалуйста, хотя бы немножко попугайте, я вас умоляю. Ну, наконец-то мои слова услышаны, и я буду их называть моими дядями. Вот эти две Зайханье, это мои дяди родные. Они прогнали Рекса. Рекс хотел подступить сюда ближе к нам, но, видимо, да, его спугнули так сильно Зайханье, что он просто убежал в страхе. Ой, да ладно, маленькая Апата тоже решила за нас заступиться. Слушай, я жду того момента, когда они начнут драться с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дядя, проснись! Ой, нет-нет-нет, не трогай моего братика! Не трогай моего братика! Все, кажется, он съел моего брата. Слушай, у нас Рекс, блин, он перегрыз всю мою семью. Ну, говорили же ребятам сидеть молча, ну почему? Не понимают. Кто следующий? Моя сестренка? Слушай, они так все мое потомство переб... Он все мое потомство так перебьет. Смотрел, там заготовки... Да, вообще, отличные заготовки там у него, да, из ребрышек моей мамы и из ребрышек моего брата. Апатый, ну врубитесь, пожалуйста, я вас умоляю. Ну что же, друзья, в общем, один зайханец у нас прогнал Рекса, вот, и мы вместе с апатами решили двинуться с того места возле озера и найти себе более подходящее, безопасное место, потому что оставаться там катастрофически уже опасно. Рекс там прокричал полдня и, возможно, он мог накричать каких-нибудь других страшных хищников. Поэтому мы меняем место дислокации, друзья. В общем, на этом, наверное, я закончу свое видео. Всем, кому понравилось, друзья, жмите лайк, подписывайтесь на канал. Нас ждут в скором времени новые приключения, да, друзья? Да, не забывайте заходить на сервер Trouble Home. Такая вот уютная компания у нас сегодня, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok